В стране немало проблем, но одной из самых острых является обманутые дочери. Представьте, семья, молодые люди или те, кто прожил в очень стесненных условиях, собрали деньги, вложили в надежде, что они получат квартиру. И в результате почти 900 домов оказались брошены вместе с полумиллиона тех, кто вложил эти деньги. И вместо того, чтобы власти разобраться в этой сложной ситуации, принять экстренные меры, наказать тех, кто, собственно говоря, занимается жульничьим и ворует их средства, власти оказались абсолютно беспомощны. Наша партия провела дважды съезды обманутых дольщиков, подготовила весь список и состав тех, кого обманули власти, и я официально обратился к президенту с тем, что надо принимать экстренные меры. Затем выступил на Государственном совете, президентам были даны поручения, Дума рассмотрела, приняла необходимые законодательные меры. Одновременно была создана с правительством комиссия, которая расследовала происходящее и продолжает принимать меры. Но, должен сказать, меры-то принимаются вяло, пока нельзя назвать ни одного региона, где эта проблема фактически решена, и количество обманутых дольщиков за последнее время пока не сокращается. Мы считаем, что это не только ненормально, это абсолютно недопустимо. В условиях, когда кризис углубляется, санкции нарастают, а казна государственная нищает и опустошается. Что касается граждан, 9 из 10 последние 3 года продолжают нищать. Пол страны живет в среднем на 15 тысяч рублей в месяц. Надо принимать экстренные меры. Мы внесли предложение. Но я поражен, что по-прежнему власти со стороны смотрят на эту проблему. Что можно было сделать для того, чтобы не наступил такой цейтнот и такой полный безобразие. След за пирамидами, которых дурачили граждан. Банками-ворами, которые, собственно говоря, разоряясь, выгоняли полностью деньги. Организовали еще одну пирамиду по имени страховая компания, которая якобы страхует дольщиков. 31 миллиард рублей собрали. Ни одного страхового случая. Ни одного. Разоряются, останавливают стройки и черят на этой казне, злоупотребляют ее. И всего есть три вопроса, которые остановили бы это беспредел. Вопрос первый. Нельзя построить ни одного дома без решения, которое подписывает глава района или города. То есть вы подписали, вы обязаны отвечать, во-первых, своей должностью, а во-вторых, всей казной города, который строит этот дом. Второе. Если вы собрали деньги, направьте их на определенный счет, в определенный банк. И только с этого счета на данный объект можно направлять деньги. Никаких других пересылок денег на какие угодные счеты. Вместо этого деньги собрали, воруют, и никто не отвечает. И третье. Если вы затеяли стройку, есть нормативы стройки, следите за порядком ввода этого жилья в строй и его качество. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!